Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 29 октября выступил в прямом эфире телеканала 360 Подмосковья. Глава региона подвёл итоги уходящего месяца и рассказал об основных направлениях работы областного правительства на предстоящий период. Одной из обсуждаемых тем стала открытость власти. Открытая власть это сильная власть. Мы хотим, чтобы каждый житель имел возможность видеть, чем занимаются люди, которых они избрали. Я считаю, что это способствует взаимопониманию, формированию доверия к власти и, очевидно, ведёт к прогрессу, отметил глава региона. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов провёл заседание с участием руководителей и представителей строительных организаций. На заседании штаба обсуждались финансовые вопросы, в том числе освоение финансовых средств, запланированных на этот год. В ходе встречи Сергей Анатольевич обратил внимание подрядных организаций на необходимость неукоснительного соблюдения, требований и своевременного устранения всех замечаний стройнадзора по всем возводимым объектам. Во дворце Спортовидное прошло открытое первенство Ленинского муниципального района подзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения в памяти младшего оперуполномоченного АУР УВД Ленинского района Эдуарда Кадырова. Соревнования проходили на четырёх татами. В общекомандном зачёте первое место заняла команда города Дзержинский, второе место у города Эль-Коросталь, третье место у команды из города Видное. 4 ноября всех жителей и гостей района ждут на фестиваль «Традиции и искусств народов России». В программе праздничных мероприятий, посвящённых Дню народного единства, выставке национальных культур, игры и забавы народов России, фестиваль национальных кухонь, концертная программа с участием творческих народных коллективов, место проведения кинотеатра «Искра», начало в 10 часов. Редактор субтитров А.Семкин